Безопасность детей при проведении итоговых экзаменов и во время летних каникул один из главных вопросов в повестке дня антитеррористической комиссии. Сотрудники Одинцовской полиции готовы оказать управлению образованием всю необходимую помощь как на торжественных мероприятиях, так и при сдаче ГИА и ЕГЭ. Схема такого взаимодействия отработана годами. В 11 пунктах проведения имеются посты круглосуточной охраны, а в период проведения экзамена будут задействованы посты правопорядка с привлечением сотрудников полиции. При этом полицейские не должны дублировать обязанности сотрудников частных охранных предприятий, которые работают в школах. Еще раз довожу информацию, что сотрудники полиции привлекаются исключительно для охраны общественного порядка, чтобы у нас не было никаких недопониманий по вопросам досмотровых мероприятий. Сотрудник полиции осуществляет досмотровые мероприятия при наличии веских оснований полагать, что у данного лица имеется запрещенный к обороту предмет. 83% Одинцовцев в возрасте от 7 до 15 лет активно отдохнут этим летом. Кто-то отправится в летние лагеря Подмосковья, Крыма или Краснодарского края. Совместными усилиями Комитета по делам молодежи, культуре и спорту и Управлению образованием откроются 58 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Особая гордость Одинцовского района – наибольшее по области число трудоустроенных подростков. Бригады по ремонту и благоустройству будут работать в 48 общеобразовательных учреждениях. Транспортная безопасность – следующий вопрос повестки дня. В Одинцовском ПАТП профилактические меры принимаются сразу по нескольким направлениям. Пассажиры предприятия защищены от террористических угроз, от угроз техногенного и природного характера, а также от угроз, связанных с эксплуатацией автопарка. Необходимость тщательной проверки принимаемых на работу водителей отметили и представители ПАТП, и глава района, и полиция. Правоохранители пообещали проводить оперативные проверки претендентов на эту должность. Транспортники пожаловались и на перегруженность при вокзальной площади. Глава района Андрей Иванов поддержал идею расчистить ее от лишних автомобилей. Давайте на примере вокзала в Одинцово наведем в этой части порядок, действительно разгрузим центральную площадь, дадим возможность подъезжать к аккредитованному транспорту, понятному. Паршюты, которые согласованы. Берем личный транспорт, уберем там, бывает, и вкрапления какие-то стихийные палатки на месте парковок. В ближайших планах районной антитеррористической комиссии подготовка к новому учебному году и предстоящим выборам.